Приветствую вас! Я прочитал внимательно то, что вы написали, прочитал ваш вопрос. Понимаю ваше состояние, понимаю, как вам плохо. Значит, у вашей проблемы есть несколько аспектов. Аспект медицинский, аспект психотерапевтический и аспект психологический. Значит, вот все те физиологические симптомы, которые вы описали, описали вы довольно подробно, их температура, тревожность, усиленность освобедения, сонливость, раздражительность на световые источники и прочее. Все это имеет отношение к медицине. То есть, значит, именно к психологии это отношение не имеет никакого. И здесь вам нужно пройти полное медицинское обследование, проверить себя со всех сторон, чтобы исключить физиологические причины того, что у меня происходит. Это первое. Второе. После того, как все психологические причины вы исключаете, после этого сразу же можно внести речь о психологических причинах. То есть, что это, грубо говоря, значит? Грубо говоря, это означает, что панические атаки, которые у вас начались, превышали на фоне каких-то событий в вашей жизни. А какие это события, конечно, мы знать не можем, потому что об этом нужно с вами разговаривать, об этом нужно с вами обсуждать. Но, сами события, которые, ну, произошли у вас, их в любом случае нужно разбирать. Потому что, если эти события не разобрать, то, мне кажется, что, ну, вам будет самому довольно тяжело и неприятно действовать, вот, собственно, так, как вы сейчас живете. То есть, вам не нравится, как вы сейчас живете, правильно? Вы хотите эту ситуацию поменять. Вот, соответственно, чтобы ее поменять, ну, нужно разбирать, что с вами, значит, происходило тогда, почему вы на это реагировали именно так, опять же, тогда. И с чем это все связано? Это вот психо-психологическая сторона, потому что тревожность, страхи, паническая атака, все это имеет, может иметь, точнее, может иметь свои причины, и причины, надо сказать, чисто психологического характера. Но, еще раз, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, что с этим нужно разбираться, нужно анализировать и смотреть, откуда растут многих данные проблемы. С чем они связаны у вас данные проблемы, и постараться вам помочь. Если случится так, что психолог вам помочь не сможет, тогда я рекомендую вам обращаться к психотерапевту, психиатру. У нас такие специалисты есть на ресурсе, они вам, я уверен, с рабостью помогут. Но не нужно забывать, на мой взгляд, опять же, важные вещи, что, вот вы говорите, у меня депрессия. Но депрессия, это не что иное, как психическое заболевание, опять же. И если у вас действительно психическое заболевание, то вам, простите, нужно именно кураться к психиатру, причем на очной основе, на очной форме, а не к психологу здесь. То есть, вот этот момент я бы тоже хотел, чтобы вы для себя постарались прояснить. Потому что он, этот момент, на самом деле, довольно важен. И вот в такой последовательности вам нужно, на мой взгляд, опять же, двигаться. Именно в такой последовательности вам нужно устроить решение своих проблем. То есть, систематично, значит, последовательно, не сбиваясь с курса и с основной вашей цели. Обновная ваша цель, понятно, какая основная ваша цель, это такая цель, чтобы вам стало лучше. Но пока не будут ясны причины того, что с вами произошло, пока не будут понятны причины, по которым с вами это произошло, нельзя говорить, к сожалению, о том, как вам помочь. То есть, скрывая, нужно определить причины, и только потом, когда будут ясны и понятны причины, уже можно будет говорить о том, как вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!